здравствуйте господа открыл я в общем то 200 новогодних коробок и в последний мне выпал как раз таки чар лорд ap 58 и сегодня он у нас в гостях давайте посмотрим на бронирование данного француза нижний лист 120 миллиметров приведен очки 210 влд 105 миллиметров и приведен к 200 в стыке и верхнем сегменте 230 что конечно немного все-таки пробивают его одноклассники если тем более чуть-чуть танчик находится выше вас то уже по любому бэбэшки залетают всех мастей нижний лист ну чуть-чуть иногда танкуют но тоже далеко не всегда только там семерки какие-нибудь могут вас или столько восьмерки не пробить если вы там сильно подвернули поставили ромбика но если вы сильно ставите ромб то оголяете вот эти вот щеки которые тоже есть на корпусе если конечно танк стоит к вам лбом то здесь броня 250 это неприступные цифры для многих танков но если вы хотите выйти от угла здания конечно же оголяете их и тут броня становится 150 на 140 миллиметров приведенки в зависимости от того как вы подвернули но сам борт от могла здания танкует неплохо здесь все-таки хорошая приведенка и не все ее могут пробить но зачем стрелять сюда когда можно стрелять ему в щеку что касается башни она более-менее бронированная здесь имеется маска она скрывает практически всю башню здесь броня конечно же хорошая но сегодня меня на суда девятка пт-шка пробила голдой прям в пушку на изи сюда пробивается конечно 250 миллиметров на даже и не пт-шки могут на суда пробивать но если чуть-чуть идти в сторону то есть броня уже конечно очень даже хорошая на сами щеки башни тоже забронированы за 360 миллиметров на что очень даже хорошо имеется два лючка один более выражены он такой 155 миллиметров с пройденка где-то в районе 200 но если стрелять в нижний сегмент вот сюда вот в около башни то здесь 160 пробивают конечно же все второй лючок он менее выражены но бронирован на еще хуже 155 миллиметров суда конечно уже будет пробивать все но если конечно его выцелить его не так-то просто выцеливать на гораздо проще стрелять в это ведро и точно пробьете с борта башня такая никогда чтобы огромная высоту но в длину на практически на весь корпус 100 миллиметров очень легко пробивается всеми уровнями как и корпус 70 имеется в переднем сегменте тут как бы экран небольшой но поверьте он нас не спасет вот огромное шасси на вот самого корпуса и сама корма от возле кормы тоже 70 миллиметров все фугасами пробивается ну и само собой с кормы то же самое по 70 миллиметров я если честно когда его выбил я думаю что он более бронированы нежели когда я сам его пощупал там посидел в ангаре поиграл на нем и понял что ну как бы брони у него побольше чем на у этого японца скачаешься башни на но тоже поверьте далеко вас эта броня спасать не будет в каждом бою вот это уж вам точно говорю оборудка с которой я играет досылатель турбина и стабилизатор я считаю что это самая такая станка стабильная сборка на него и он становится ну прям неплохим таким на орудием на поле боя по полевой модернизации тоже все просто 212 и параметры обзор 437 метров тоже очень хороший обзорчик как я понял все сейчас идут тяжики с хорошим обзорчиком вот как бы никуда не посмотри это уже из коробочек идет новые танчики они все с очень хорошим обзорчиками имеют истежей на незаметность конечно мимо с мобильностью все очень даже в порядке 14 7 удельная мощность 45 вперед 19 назад танчик очень мобильный очень такой резвый он не ощущается даже таким тяжелым танком он так более такой утяжеленная стэшка я бы так даже сказал по хп шкам тоже немного 1550 потому как мы без закалки играем и 3 выстрела и по сути мы уже шотные но и орудия господа 400 раз за урон пробитие 243 очень сильно похоже на орудия т-34 на либо т-34 б за боны правда вот я что на том поиграл что на этом и понял что прям они очень сильно похожи перезарядка 10 7 увы на минус 8 плюс 15 что конечно немного но тоже неплохо минус 8 это хорошо на время сидения 2 и 6 разброс 031 на очень неплохие показатели для такой альфы но и конечно же дпм у нас совсем немного я бы сказал 2 248 очень много танков на восьмом уровне среди тяжей которые нас будет перестреливать но и скорость полета 1067 б башка 1334 голдовый подкалибер который летает на действительно очень очень быстро ладно вроде как более-менее все посмотрели поехали сразу в бой сегодня чуть-чуть поиграл на нем сколько три боя 2 590 среднего урона но все-таки не очень показатели хотелось бы на нем получше делать так а тут у нас краски семерки арты они торта есть м12 ну вынов нам здесь не хватит чтобы прям очень неплохо стоять на этой горочке вот так у них альпийский тигр тигр и 100 из 3 а у них тоже кстати тежи то не очень-то его и нестая поеду вот сюда вот встану а вдруг кто будет на перекатке там что-нибудь такое и подловим что самое интересное пробитие бы башка 243 а голда 267 тем более подкалибер я тоже это недавно заметил куда мы да конечно голда у танчика далеко не самое приятное назад он очень быстро откатывается рубинкой очень нравится ну действительно действительно без арта б брата никуда не денешься других там часов нету совсем где-то штамм яга стоит нет не попал он слава тебе господи не по мне бэбэшечками тогда популяю нет не факт что конечно он там остался поехать бы вперед на тиграх но они меня задавят так хочется конечно но колется все это был последний снаряд который тогда пальнул сейчас наверное все таки поеду я сюда а нет не поеду пока что или поеду да блин страшно в топе списка просто так умирать и сэм может просто в борт пострелять ладно надо ехать все таки слишком долго я стою ничего не делаю надо было давно уже сюда приехать и расстрелять этих вот молодых забираю сразу альпийского и следующим будет тигр если успею нет не успеем там начата осили они на захват базы базы же видать видать как было его а вот она но она здесь и стояла поставить только я стрелял ниже он смотрел ничего не уезжает он прям просто едет ладно как говорится если подставляешь это почему бы не пострелять он опять остается смотрите не боится ничего надо и со 3 добирать быстренько стабилизация танчика очень даже неплохая так едем 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 дальше нон-стоп ну все захватчиков всех угомонили оба на здравствуйте так ешечка стоит где-то здесь ладно все успокойся он где-то здесь вот в этих кусте кустиках попаду не попаду сам танчик бы попал бы если бы я бы нормально стрелять думал он сразу поедет а он маленечко стал постоять как этого я уже не вижу ешь теле вот он здесь стоит в этом кустике x нормально арта вот где-то здесь да эй ну как так-то на гусли угодил ну может быть вы не будете захватывать или чего уже ладно захватывать все равно не успеете ну это конечно топ списка без арты противники были слабенькие поэтому так неплохо получилось первая степень даже за что за 3 300 урона 1222 опыта тут кстати мастер не такой уж это и большая планочка на нем как я понял так степи штурм ну кстати степи штурм это очень даже неплохо но то что плохо 10 десятки как-то слабенькая еду я по этой по этому грунту просто вообще танк не едет оказывается я думал здесь я побыстрее буду а а нет и никого что научились все играть что ли на этой карте странные дела всегда же здесь какой-нибудь какой-нибудь ответ и доедет по центру нет никто уже не едет так-то здесь не много вообще народу вон они где все стали я не пробил его никуда бэбэшкой пробил бы под калибером не возьмет стрв ну неплохо зато и стрв нету теперь ну ёшкин ты дрын ну как так-то тоже промазал ай-ёй-ёй так подожди в 50b но он же не будет вылезать ну ты десятый вылезает прям агрессивно я этот момент профукал ну так мы будем с тобой да туда-сюда ну там 121b стоит ну я понимаю чё он хочет он просто выманивает на себя на этого скажите на 121 слава тебе господи что пробил слава тебе господи что пробил такс пока что не вылазит да броня не пробита броня не пробита как знает но он тоже не дурачок ну неплохо артовод ему прописал люлей отлично хотя бы это десятого забрали да да чтоб тебя а ну какой фв ну как ты это не пробиваешься то голдой то ну самом то деле ну должен жить так аккуратная аккуратная игра очень сильно аккуратная ого вот это выстрел исчез как как ты исчез объясни пожалуйста там уже на базе давит ай можно прострелить если повезет но пока что не везет но не вылезай пожалуйста у нас штурм мы стоим дефим не вылезай пожалуйста просто не вылезай не надо живи зачем ты это делаешь для чего еще ли он всех убивает ну ё-моё не все габелла 370 ладно пойдет леончик прострелить нет 50b может ух ты оружие носит это сейчас как понимать куда я ему попал боже ты мой только что ушел урон ну ну господа ну как это называется ну как можно стрельнуть сейчас было во флю чтобы его не пробить ну действительно теперь же бы только восьмерочку да убивать ну еще одну тыку я успеваю дать на этом усе прямой нах ублюдки и команда вообще ну ну зачем ехать если вы в штурме стоите ну просто на себя их отводите и все зачем ехать вперед и вот этого никогда не понимаю ну для чего но они сами к вам приедут нет они закатят глаза и летят и просто как быки блять на красную тряпку летят ну тут я не знаю в принципе никто не оруженосец 0 еснадцать пятый ноль фаза 0 хоре 500 ну у них десятки вот поиграли нормально поиграли давайте дальше у пёс семерочки даже ничего себе ну правда две артиллерии поедут сразу на холм не знаю большое желание просто так быстренько проехать за руины и там им в борта пострелять огромное желание имею но скорее всего я не успею так тайп еще едет туда а вообще никто больше почему ты не поехал сразу туда на отстрел кто скажет кто расскажет можешь реально попробовать проехать 50-100 слили ТСТшки двое там за горой получается здесь тайп и это две семерочки Петька и ЛТТБ так отлично борщик справился альфа альфа ну пожалуйста давай не будем вот так вот делать у меня 400 среднего урона почему ты даешь 340 танк здравствуйте мистер ЛТГ поехал да ну одну ты успеваешь дать но 200 вот у кого альфа это уничтожено ну куда ну куда ну как это так а вот так бы сразу СУ-101 приехал ух ты больше молодец ну правда он сейчас за это будет умирать скорее всего он ты наедл ну зачем ты встал то ну я не понимаю зачем но но он мог ко мне просто приехать подняться и все было бы в ажуре так пилот справился и прям быстро так летит смотри че так надо быстренько с ним кончать нам быстренько не получится так чарик приехал это это неплохо смартфотишь его? ну же ты че его не видишь? ну что у тебя за альфой то а? ну ну залетел в пиксель да иди ж ты нахер а у ублюдок ты коричневый просто голдовым фугасом смотри на 300 голдовым фугасом на 300 обалдеть просто не встать черевотер не надо сказал я приехал черевотер будет полегче ну ну конечно нежелательно тыл оставлять без присмотра но пока что вроде как справляются если бы еще ротовые ротки стреляли бы нормально союзные давай назад давай назад не хочет назад он все ты отсветился давай отъезжай хорошо так получается удес ну с удесом вообще будет сложно его же не увидеть вообще никак ВКВК блинский рот почему уж я его так поздно заметил хорошо ешечка молоточек и как теперь быть с ними но это практически нереально да высветить их этих этих птшечек так а сколько здесь пробития на фугасе понятно сколько мне кританули башня офигенно пожалуйста пожалуйста ну 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 там нет с ушку не танканешь еще и фугасом не пробил в пушку куда то попал торопился ну конечно же закономерный итог поражение тут просто никто даже да не захотел играть в этом бою но у них хоть кто то поиграл получается обалдеть но такого я давно тоже не видел чтобы так было всем пофигу на происходящее в игре никто ничего не сделал молодцы ну что я сегодня сыграл я на нем получается 6 боев 3 на запись 3 без 2 790 среднего става 3 из 6 ну это неплохие конечно же результаты это даже очень хорошие это как у меня была та сессия чуть чуть похуже и вот если как знаете если бои хорошие затяжные то этот танчик прям может реально настреливать там 3-3 с половиной там 4 тысячи и так далее урона но если бои быстрые с десятками с девятками нифига вы не сможете настрелять все таки ДПМ у танка совсем мало и ему нужны ну такие знаете средние и среднедолгие бои которых сейчас случается ну правда редко я вот говорю я первый день сыграл ну с хорошим винрейтом потому что были и восьмерки и длинные бои долгие ну там да там были и десятки но тоже долгие бои были а вот второй день просто полторы минуты минута был бой и с десятками и с девятками и ты ничего не можешь сделать я тысяча семьсот среднего урона вышел потом как ты два раза три даешь еще два раза не пробиваешь и тебя просто пушат рашат и убивают этот танчик такой не любит поэтому как бы он вроде бы и неплох но с одной стороны в наших реалиях рандомных когда вот реально бои очень быстро проходят то он себя показывает не очень хорошо нужно прям очень чувствовать грань игры и вообще все что чего там происходит на поле боя как бы вот сегодня неплохие были бои реально и по времени они были не быстрые и прям вот настрелял получилось и вот таких боев побольше я бы сказал что танчик даже хороший ну а так он ну просто такой средненький прем на котором иногда можно так выйти побахать все таки у него пушка видали какая длинная и сам по себе он симпатичен танк как на вид он мне тоже очень нравится на геймплей у него тоже в принципе мне нравится главное чтобы бои были хотя бы средние по длине ладно давайте сейчас посмотрим еще один бой который сыграл кстати вот в это в первый день в первую сессию и он был там реально неплохой линия зигфрида бой с десятками но я еще раз повторюсь бои такие были в первый день затяжные хоть пускай и с десятками но они были долгие в которых можно настреливать в таких боях этот танчик себя раскрывает в полной мере поначалу даю в лтэшку заезжая в город и тут господа будет очень долгий такой перекур долго ничего не будет происходить я здесь буду стоять ничего не делая но потом начинается самое интересное замечаю что поджимается ТНХ я такой думаю ну может быть по нему выйти дать а он сам на меня поехал я ему стреляю в гуслю он меня благо не пробивает я спокойненько закатываюсь назад и перезаряжаюсь а тут неплохие неплохие со мной союзники из четвертые как бы с ним можно тоже кашу варить еще кстати тайпик едет по нему мы даем скидываемся всем селом по урону и танчик становится шотным в общем мы его прогнали остался один ТНХ какой то знаете такой прям боец раз получил два получил не уезжает на своем стоит и все говорит я здесь буду воевать это моя точка вы со мной ничего не сделаете подумал он но я такое думаю по иному выезжаю но он за этим за насыпью но он почему то не учится никак опять же выезжает катком в катоку мы даю он мне не пробивает и из четвертой заканчивает его страдания в этом бою смотрите бой идет разворачивается не в нашу пользу 4-7 счет по хп более менее то все ровно но все таки танков то намного меньше у нас замечаю что там пушит уже и фошек тут бы желательно по нему попасть но в такой пиксель если честно танчик попадет только если очень сильно повезет но в этот раз не попало я промазал смотрите забирают моего союзника рашит кунзе панзе и из седьмой я здесь делаю какой ход не пытаюсь здесь рингиниться пропускаю его вниз кунзе панзера а его встречает фош и просто ему рассказывает в борт барабан и он направляется в ангар из седьмой стоит я свожусь нижний лист даже в танк не попал просто снаряд испарился просто упал вниз вообще не дал урона никак думаю ну ладно замечаешь птк едет просто раз по полю я тут свожусь свожусь не слишком переоценил я скорость полета этого подкалибера ушел в молоко снаряд но жаль кстати этот выстрел он был очень сильно фатальным он очень бы пригодился в будущем но как говорится наперед ты ничего не знаешь но уже тут можно догадываться чем все может закончиться счет 8-10 по хпшкам так же все неплохо так же мы ведем но еще раз говорю все таки танки в своем мере лучше когда их больше нежели их меньше пусть хпшек будет меньше но танков будет больше опять же не пробиваю фаша тоже очень фатальный был сейчас выстрел он остается живой и замечаю что гриль забирает моего союзника на стэшке я вижу что он в кд спокойно можно вылезать ему давать урон еще тем более гуслю ему стреляя чтобы он далеко не уехал но он отремился и поехал дальше конечно не хватает дпм здесь очень сильно критично гриль просто уезжает за домик я тут зачем не знаю стрельнул ну думал что прострелю но оказывается там нету у него ничего за этой гуслей и урод не прошел тут кстати сделал тоже большую ошибку нужно было дождаться пока я перезаряжусь и вылез и вылезать ну ладно хотя бы он не пробил а так бы я бы и урон получил и урон бы не дал гриль в кд я выезжаю даю ему урон влд закатываюсь тут не знаю что захотел сделать просто уже куда то на пофиг стреляет в землю ничего не делать мы тут его с ИСом четвертым закатываем в асфальт и едем дальше кстати мы с ним здесь неплохо так скооперировались и достаточно много танков мы с ним тут вырезали встает тут на захват но кто здесь может встать на захват либо шптк либо фош но это скорее всего как я в то время думал это фош на самом деле так оно и оказалось ИС седьмой здесь с нами оказался он никуда не уехал с этой позиции я тут прям лечу лечу и смотрите бортик спокойно так даже не сводясь просто еду на ходу стреляю еще раз говорю стабилизация танка это позволяет делать что тоже очень приятно ИС четвертый у меня фуловый я фуловый и мы тут ИСа седьмого сейчас будем щемить но смотрите кто то же стоит стоял на захвате там еще где то шптк была тут возможно мы сейчас попадем в ловушку смотрите ИСа четвертого начинает расстреливать я понимаю это шптк расстреливает его но нужно кровь из носу забирать этого ИСа я по перезарядке просто выезжаю забираю ИСа ИС четвертый живой я живой выезжает шптк наверх начинает расстреливать моего гриля я ладно бог с ним получаю в борт шптк не вижу препятствий никакого еду забираю этого второго шптк гриль остается живой ИС четвертый живой гриль живой я живой все отлично остается против нас две птшки видно по миникарте что они где-то там никуда они у него ехали но почему-то это не видит мой союзный ИС четвертый и просто начинает ехать на их сторону базы зачем может захотел захватывать или что но как я не вижу зачем это он сделал просто поехал ну ладно пусть едет я же в свою очередь принимаю решение просто поехать их и уничтожить всех кто стоит на нашей базе хпшки есть как говорится но хпшки то есть пока что зеленые но все мы знаем что у этого танка их немного там разочек другой по нам стреляет и все мы шотные но пока что я не вижу препятствия еду просто сбивать захват и тем более шптк засвечивается дает мне на ходу но я хотя бы тоже на ходу ему простреливаю борт ну и все они стоят вдвоем на захват уже все понятно вот он фошек засветился смотрите прикол я почти что фуловый да желтый хп выезжая на фаша забираю фаша он по мне стреляет и я резко становлюсь красненьким все хпшек нету но все равно есть еще шанс танкнуть шптк один раз я это делаю ну как и танкую просто отдаю хпшек но ему тоже смотрите какую вертуху закидываю все таки вертуха это иногда она проскакивает все остается шотный шптк я шотный и тут начинаются качели высветить его конечно же будет очень сложно все таки это птшка с хорошей маскировочкой ну с обычной маскировкой но с хорошим обзором я тут пытаюсь прочекать свечусь начну где-то в этих кустиках либо сверху либо снизу но я почему-то думал что он стоит именно пониже туда куда я сейчас бленданул опять же пытаюсь отсветиться смотрите отсвечиваюсь и пытаюсь потихоньку чекать лампу наверху ли он либо внизу смотрите вроде не чекаюсь не чекаюсь думаю но он точно внизу но нету лампы он по-любому внизу выезжаю туда стреляю точнее не стреляю сейчас вот буду стрельнул и он засветился в ту же долю секунды меня убивает ну ладно хотя бы я рассекретил его забрали союзники и бой таким образом закончили да слишком я подставил борт но так или иначе за четыре с половиной тысячи урона дают мастера еще раз говорю планка у него нормальная если понравилось лайкусик подписочка и комментарии всем большое спасибо добра и позитива пока давай